Борис Углевских Конкурс красоты У нас тут как-то конкурс красоты проводить решили В ногу со временем, мол, надо идти Мол, народу сейчас край, как необходимый хлеб и зрелище Рубрику «Читаем вместе» сотрудники библиотеки номер один создали еще в марте Большинство роликов успели записать до окончательного введения режима самоизоляции на рабочих местах Методисты и библиотекари зачитывали отрывки из любимых произведений Ролики набирали сотни просмотров Это послужило сигналом, нужно переходить в социальные сети Мы пробуем, мы экспериментируем Есть проекты, которые не пользовались популярностью То есть мы отслеживаем посещения, мы отслеживаем просмотры, мы отслеживаем лайки И мы видим, что одни видеоролики, которые мы запускаем в социальных сетях, они пользуются спросом, другие нет Соответственно, мы делаем упор на то, что пользуются спросом, продолжаем и придумываем что-то новое Творческая команда библиотеки за короткий срок придумала сразу несколько новых рубрик Путешествия по городам мира, по четвергам, прогулки по Одинцову, по понедельникам В память о погибших бойцах в Одинцово и был создан мемориал воинской славы «Вечный огонь» Он установлен на братской могиле советских воинов, умерших от ран, находившимся рядом в госпитале Госпиталь располагался в вечерней школе Она находится совсем близко от мемориала, метров 50 от памятника Мемориал «Вечный огонь» – памятник боярину Одинцу Центр города – краеведческие истории традиционно пользуются спросом Главная библиотека Эрмитронова Ася Евгеньевна ведет эту рубрику Она рассказывает о самых популярных местах нашего города, о знаменитых улицах нашего города, о памятниках Важные даты в истории России тоже не пропускают сотрудники учреждения Ко дню славянской письменности и культуры вместе с другими библиотеками округа Они подготовили фильм для регионального проекта Одинцовцы рассказали о букве «Ж» – «Жевете» Но на этом сюрприз для читателей не закончится Очередной ждет их уже в июне Вводим новую рубрику, называется она «В гостях у сказки» Где будем рассказывать о различных парках, которые сделаны в виде сказок И тоже будем показывать виртуальные путешествия такие Современная библиотека – это не только место, где можно взять книгу Это культурный центр, в котором занятие по душе найдет каждый 27 мая во всем мире отмечают День библиотек Поздравить с праздником любимых библиотекарей просто Я призываю наших подписчиков выкладывать такие видео в своих социальных сетях Делать хэштеги «День библиотек 2020» Либо хэштег «Читатели рулят» И нам будет приятно в этот день видеть, что у нас есть читатели, есть подписчики Которые готовы поздравить и рассказать о наших библиотекарях Впрочем, поздравления сотрудники библиотек принимают не только 27 мая Ролики со словами благодарности можно выложить и в любой другой день Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова